Событие, изменившее ход мировой истории. Октябрьской революции исполнилось 100 лет. Статус официального один из первых праздников советского государства получил в 1918-м. Сохранил в 22-м и даже в военном 41-м на площади в Москве 7 ноября прошел парад. Красные знамена, как память о прошлом, развивались сегодня и в нашей столице. Сюжет Ирины Полесики. День пролетарской революции или Октябрьского переворота, так события столетней давности первое время называли сами революционеры, в Террасполе начался с шествия и возложения цветов к памятнику Ленину. Сто лет спустя никаких демонстраций, парадов, громких речей, которые так любил сам Владимир Ильич. Свой юбилей революция отметила в узком кругу. На возложение и митинг пришли те, для кого события столетней давности – это символ молодости и воспоминания навсегда. Для нас этот праздник очень важен, потому что все хотели жить в мире, в дружбе, чтобы было всем хорошо, свободно и счастливо. В советское время каждый знал, что должен работать. Конституция уже говорила о том, что тебе, страна, обязана предоставить работу, зарплату, потом жилье, учебу – это обязательно было. Для этих людей 7 ноября – дата историческая, поэтому они здесь, на митинге, с флагами и знаменами, как когда-то в далекое советское время. Продолжились мероприятия уже в стенах Дворца детского и юношеского творчества. Там подготовили концерт. Русский народный танец, молдавская полька, единство народов – все, как когда-то нам завещала история. По окончании музыкальной программы гостей ждала землянка с традиционной гречневой кашей и горячим чаем. Ирина Полесик, Александр Чебан, Первый Приднестровский.